Валерий Курас Снегири Валерий Курас Снегири Друзья, я хотела бы рассказать вам совсем о другой встрече, совершенно особой, о встрече с Господом. И эту встречу завтра будут праздновать все православные люди, потому что завтра – Сретение, что в переводе с церковнославянского языка значит «встреча». Что же это за встреча? Кто с кем встретился? Сейчас, дорогие мои, я вам об этом расскажу. Жил в пригороде Иерусалима благочестивый старец по имени Симеон. Сколько лет ему было, не знал никто. Одни говорили «сто», а другие – «все триста». Когда-то, давным-давно, по приказу египетского царя Птоломея, он вместе с другими учеными-переводчиками переводил книги Святого Писания с древнееврейского языка на греческий. И было ему тогда дивное видение. Ангел Божий явился Симеону и возвестил о том, что он будет жить на земле до тех пор, пока не увидит Спасителя мира. С тех самых пор праведник жил в постоянном ожидании. Он ждал какого-то особого знамени и старался как можно чаще приходить в Иерусалимский храм. Но шли годы, а предсказания ангела все не сбывалось. Однажды увидели люди, как Симеон в праздничной одежде направился в храм. Все удивились, потому что это был самый обычный будний день. Но день этот был совсем необычным. В этот день в Иерусалимский храм пришли Иосиф и Мария с младенцем Иисусом. Дело в том, что на сороковой день после рождения по иудейскому закону каждого мальчика должны были принести в храм. До этого матери мальчика нельзя было там показываться. А вот когда ее сыну исполнялось сорок дней, она должна была прийти с младенцем и принести Господу благодарственную жертву. Пречистая Дева Мария пришла в Иерусалимский храм, чтобы все исполнить по закону. А теперь, друзья, давайте попытаемся представить, что должен чувствовать человек, который очень долго ждал и желал чего-то. И вдруг видит, что все ожидания, упования и надежды сбываются. Может быть, тогда мы с вами хоть немного поймем, какую радость почувствовал Симеон, увидев младенца Иисуса. Небывалую, ни с чем не сравнимую. Бережно, с любовью и благоговением взял благочестивый старец младенца на руки, возблагодарил Бога и произнес. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил перед всеми народами, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В то время в храме также находилась праведная Анна. Это была вдова, достигшая глубокой старости. Апостол Лука пишет, что она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Она тоже стала славить Бога и произнесла пророчество о младенце. Вот какое событие, какую встречу мы будем вспоминать завтра, совершая праздник Сретения Господня. Надо вам сказать, друзья, что он относится к древнейшим праздникам христианской церкви. Но до VI века его не праздновали как-то особенно. В середине же VI века произошли события, показавшие людям важность этого праздника. Незадолго до Сретения на Византию вдруг обрушились сразу две беды – землетрясение и моровая язва. Тогда одному из благочестивых христиан было открыто, что празднование Сретения Господня должно совершаться более торжественно. И когда было отслужено всеночное бдение и совершен крестный ход, то бедствия прекратились. Вот с тех-то самых пор этот день стал одним из двенадцати самых важных двунадесятых праздников. Я поздравляю вас, дорогие друзья, и пусть в вашей жизни тоже произойдет эта самая важная встреча – встреча с Господом. До свидания, дорогие мои, ангела вам хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok